В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Надеюсь, что мы зиму пройдем без всяких провалов, эксцессов, что все для этого у нас есть. Проверка готовности к зиме прошла на Леберецком водоканале. Насколько оперативно среагируют коммунальщики в аварийных ситуациях? Это полезно для здоровья, потом это тонизирует, дает радость жизни. Проект «Активное долголетие» стартовал в округе. Те, кому за 50, могут заняться скандинавской ходьбой. Жизнь есть, и даже особенные дети могут жить так, чтобы было комфортно. Еще один повод сказать спасибо. Мир отмечает День палеоативной помощи. В хосписе «Дом с маяком» рассказали о своих буднях. Если на меня надо подать, я сначала защищаюсь, а потом даю отпор. Без стратегии здесь никак. 14 золотых медалей. И это далеко не все, что привезли леберецкие хэквондисты с чемпионата Центрального федерального округа. Сейчас об этих и других новостях подробнее. Итоги прошедшей недели подведены в администрации. Над них доложили представители оперативных служб и органов власти. Оперативная обстановка в округе, вопросы пожарной безопасности и работа системы ЖКХ стали основными темами совещания. За прошедшую неделю межмуниципального управления Люберецка было 1850 обращений граждан. По данному обращению возбуждено 37 уголовных дел, из них 33 раскрыты по горячим следам. Также было 102 ДТП, из них 5 с пострадавшими. Такой выдалась неделя у люберецких стражей порядка. Кроме того, полицейские работали на месте пожара в детском саду, который произошел 5 октября. Горение крыльцам детского сада номер 77 по адресу 1-й Панковский проезд, дом 8. Пощадь пожара составила 4 квадратных метра. Пожар удалось быстро ликвидировать, в результате пожара пострадавших нет. По информации дознавателя, пожар произошел из-за незатушенной сигареты, которую то ли охранник, то ли проходивший мимо гражданин выбросил. Всего же за минувшую неделю огнеборцы ликвидировали 5 возгораний и осуществили 35 выездов по сигналу тревоги. В штатном режиме работают службы ЖКХ Люберецкого округа. 30 сентября завершены работы по пуску тепла, а топительный период проходит без технологических нарушений. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2019 году запланирован в объеме 125 МКД. В настоящее время полностью выполнен ремонт в 44 многоквартирных домах из 125. Работа по ремонту кровли выполнена в 26 многоквартирных домах из 49. В работе находится 23 многоквартирных дома. В округе ежедневно велась очистка дорог и тротуаров от мусора. Для этого задействовали 33 единицы спецтехники и 75 рабочих. Кроме того, проводилась уборка остановок общественного транспорта, заездных карманов и подземных переходов. Рабочие вывезли 190 кубометров мусора. За минувшую неделю выполнен ямочный ремонт на улице Преображенская, инициативного дома 7 и Толстого дома номер 8. На улице 3-й почтового отделения продолжаются работы по ремонту тротуаров. Также на совещании стало известно, что благоустройство звуковой улицы выполнено на 75%. Завершатся работы 31 октября. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Люберцы под контролем. Дворы, детские игровые комплексы, контейнерные площадки и многое другое стало предметом строгой инспекции Госадомтехнадзора. С рабочим визитом округ посетил руководитель регионального ведомства. Возглавив комиссию, Олег Баженов объехал объекты города, на которые неоднократно поступали жалобы жителей. За газон или за парковку? Здесь вот видите, сколько машин стоит в этом дворе. А парковка и транспорт будет, да? Ну, это как решит сход жителей. Жители региона и решают, и жалуются, и контролируют. Тематика дворная и более популярная у обратившихся на портал Добродел. Опираясь на нарекания, в адресном перечне у главного инспектора наиболее проблемные точки. На улице Калараш – это не только парковка на газоне, но и вывоз мусора. Как наполнено, значит, надо вывозить. Несвоевременный вывоз отходов и содержание контейнерных площадок – еще одна горячая тема – жалоб у люберчан. На юбилейный не хватает баков, а сама конструкция оставляет желать лучшего. А в районе высшей школы и на улице Побратимов жители утверждают, что на площадках образуются горы мусора. В улице нерегулярно. Нерегулярно. Крисы тут крупнее котов бегают, а дети идут в школу и иногда даже пугаются. Не везде имеются эти графики, потому что наши инспекторы проверили и обнаружили, что на 50% контейнерных площадок этого графика просто нет. Многие контейнерные площадки не соответствуют стандарту. Хотя работа здесь ведется, ведется планово, и в городском округе 79% контейнерных площадок соответствуют стандартам. А вот что точно не соответствует стандартам, так это контейнерная площадка на Митрофаново. Ответственные лица заверили, что ее ненадлежащий вид будет приведен в соответствие. Но и на это у главного административно-технического инспектора был ответ. Коллеги, о чем я говорю? Здесь тогда должен быть информационный стенд. Информационный стенд должен быть и на месте проведения земельных работ. Жителям неизвестно, что происходит у них во дворе. Оттого и на добродел летят жалобы. На детских площадках другая картина. Щиты есть, а информация отсутствует. На детской площадке по улице Юбилейная. Нет специального прорезиненного покрытия. Жители не знают, что в 2020-м у них появится полностью новая игровая зона. Этот двор попал в комплексное благоустройство. Здесь будет и детская, и спортивная площадка, и обустройство новых портовочных мест. Нарекания жителей привели инспектора в 300-му дому на Октябрьском проспекте. На расположение спортивных тренажеров здесь люберчане жаловались неоднократно. Вот здесь мы как раз указали на системную ошибку, что тренажеры располагаются ближе, чем установлено стандартом. То есть люди, занимающиеся, могут задеть элементами этих тренажеров друг друга. Всего по детским игровым площадкам у нас 46 замечаний. Из них 41 устранено. 5 еще находятся в работе. Так же, как и руководитель регионального государственного техноотзора. Об обращениях жителей знают специалисты Центрального управления регионом. Сюда стекаются все обращения люберчан. На открытое недавно подразделение в Люберцах Олег Баженов возложил большие надежды. Люберецкий ЦУР уже показал первые результаты. Сейчас мы введем плотную работу по повторам. И действительно динамика, вот Владимир Петрович подтвердит, динамика за неделю мы больше 200 повторов снизили. Плановые инспекции руководитель регионального государственного техноотзора совершает во всех муниципалитетах. По всем жалобам дано задание принять меры для их устранения в кратчайшие сроки. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Зима о себе уже успела заявить. Первый снег в октябре словно сигнал для коммунальщиков привести в готовность всю технику. Объединенный комбинат благоустройства и ЖКХ сработал в срок и представил на суд проверяющих свою готовность к предстоящим холодам. Железные борцы со снегом готовы как солдаты перед боем. В этом году спецтехнике предстоит большая работа. В распоряжении дорожной службы 41 машина. Это самосвалы, многофункциональные тракторы, снегоуборочная техника. На данный момент мы полностью укомплектованы. Мы закупились с дополнительным ручным инвентарем. Мы закупились с дополнительной малой механизацией. В этом году мы готовы полностью. Чтобы под ногами и колесами было не скользко, трудиться на улице округа выйдут 147 человек. Это неплохой задел. И это есть некие гарантии, что мы территории, городские территории, поселковые территории сможем содержать зимой и удержать на определенном уровне. Уже закуплено порядка 130 тонн противогололедного материала. В ближайшее время будет приобретено еще 173 тонны. Стоит отметить, что организация ОКБ ЖКХ обслуживает всю территорию округа. При возникновении чрезвычайных ситуаций коммунальные службы перейдут на круглосуточный режим работы. В городском округе продолжается проверка готовности ресурсоснабжающих организаций к холодам. Круглогодично готовы к аварийным ситуациям работники Люберецкого водоканала. Смотр техники и бригад оперативного реагирования провел Владимир Ружицкий. Надеюсь, что мы зиму пройдем без всяких провалов, эксцессов. Что все для этого у нас есть. И зимой, и летом 71 спецмашина и 600 работников Люберецкого водоканала делают все для того, чтобы люберчане не ощутили на себе сбои в системе водоснабжения. Зима – отягощающий фактор в устранении неполадок на сетях. Четыре аварийные бригады укомплектованы теплой спецодеждой и снаряжены всем необходимым, чтобы ликвидировать ЧП в кратчайшие сроки. Зимой единственное, что усложняет, это отопление. Котельные не могут работать на своем запасе, поэтому мы обязаны в течение хотя бы двух-трех часов локализовать, как минимум локализовать аварию, дать тепло, воду по любым видам. Сложные аварии бывают, потому что мы сейчас приняли много поселков. Малаховка, там большая часть Томилина, Красково, где состояние сетей ожидает лучшего. Хотя для проведения аварийно-восстановительных работ необходимы машины и специальное оборудование, все же главное в этой работе – профессиональные навыки сотрудников. Люберецкий водоканал по праву считается одним из лучших в регионе. Люберецкий водоканал имеет хорошую свою историю. Здесь хороший коллектив, профессиональный коллектив. Коллектив сегодня оснащен всей необходимой техникой, оборудованием, современным оборудованием. Мы отопительный период, зимний период должны пройти на уровне. Даже если будет авария, они должны устраняться очень быстро. В скором времени готовность к холодам проверят и в управляющих компаниях Люберецкого округа. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В рамках капитального ремонта домов в округе проходят работы по замене пассажирских и грузовых лифтов. На данный момент они ведутся в 13 МКД из 39. Качество выполнения в одном из них проверил глава округа Владимир Ружицкий. 56-й дом на улице 3-й почтовое отделение построен 25 лет назад. С тех пор лифты в нем не меняли. Старое оборудование уже отслужило положенный ему срок. Сейчас во всех трех подъездах заменили по одному лифту. В скором времени обновят и другие три. Все по программе. Еще раз повторяюсь, у нас на сегодняшний день через фонд капитального ремонта объемы работ по 2020 году сформированы. Мы некоторые детали еще уточним. Всего же в рамках капитального ремонта в Люберцах заменят 130 лифтов. 30 из них пассажирские, грузоподъемность 400 килограммов и 100 грузовых. Они рассчитаны на 630 килограммов. Работы закончат в феврале 2020 года. Прежде всего, безопасность. Представители администрации Люберец провели обследование комплекса гражданских защитных сооружений округа. Под проверку попали 11 объектов. Из них территория бывшего завода имени Ухтомского, предприятия Атесси и ЛГЖТ. О результатах проверки смотрите в сюжете. Это защитное сооружение в свое время было предназначено для наибольшей работающей смены завода. Так как завод сейчас уже не функционирует, то вот это помещение уже потеряло свою значимость. Завалы мусора, полная антисанитария. Капитальный ремонт зданий не производился 50 лет. В настоящее время часть помещений находится в собственности офшорных компаний, которым, кажется, нет дела до бомбоубежищ. С остальными будем разговаривать с собственниками этих помещений, которые, так сказать, ненадлежащим образом содержат их. Те арендаторы, которые там осуществляют свою деятельность торговую, производством и так далее, по большому счету, они должны содержать в ненадлежащем состоянии все защитные сооружения, которые находятся у них под зданием. Во-первых, да, должно быть электричество подведено, должны быть созданы условия, в первую очередь, тепло, вода, при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций. А вот в действующих предприятиях АТСИ и ЛГЖТ все намного лучше. В укрытии есть комнаты для отдыха, приема пищи, душевые, санузлы. По мнению специалистов, защитные сооружения готовы принять людей в случае чрезвычайных ситуаций. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРД. 16 юных люберчан стали полноправными гражданами Российской Федерации. В торжественной обстановке они получили свои первые паспорта. Главный документ юношам и девушкам вручил глава городского округа Люберца Владимир Лужицкий. Искренне желаю вам бережно относиться к этому документу. Искренне желаю, что ваши планы на просторах Российской Федерации сбылись. Вы, по сути, в током начале пути. Дерзайте, творите, совершенствуйтесь и у вас все получится. Вместе с паспортом молодым людям вручили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Люберца Владимира Ружицкого. Также новоиспеченные граждане получили памятные подарки с символикой Подмосковья. 2712 преступлений зарегистрированы люберецкими полицейскими за последние 9 месяцев. Это на 12,5% больше, чем годом ранее. Так что работы у правоохранителей прибавилось. Их служебные успехи и промахи обсудили на оперативном совещании в местном управлении МВД. В текущем году, благодаря слаженной работе всех служб и подразделений управления, удалось обеспечить в целом стабильные результаты оперативно-служебной деятельности в борьбе с преступностью. Цифры статистики тому в доказательство. За 9 месяцев люберецкие полицейские привлекли к уголовной ответственности 1864 человека. На территории обслуживания местного отдела МВД недопущено терактов и массовых нарушений порядка. Улучшены показатели в борьбе с преступлениями экономической направленности. Зафиксировано на 29% меньше грабежей. Разбойных нападений минус 39%. Всего 14%. В прошлом году 23%. Краш компетенции криминальной полиции на 0,9% снижения. Всего их 662%. В прошлом году 668%. Несмотря на общую положительную динамику, ситуация в некоторых отделах полиции остается напряженной. Число убийств в округе возросло на 41%. Тяжких преступлений почти на 39,5%. Особо тяжких почти на 35%. В то же время снизилась раскрываемость отдельных видов преступлений. В отчетном периоде сократилось количество раскрытых преступлений общеуголовной направленности на 6,9%. В этом году 1776%. В прошлом году 1907%. В том числе по линии криминальной полиции на минус 1,7%. В этом году 743%. В прошлом году было 756%. Общая раскрываемость преступлений за три квартала составила 70,5%. Одна из основных задач правоохранителей на ближайшее время – повышение эффективности раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Своё будущее Настя Озёрская хочет связать с фольклором. Народным творчеством девушка вдохновилась на школьных уроках. Нас никто не заставляет ничего, не прям молитесь, дети, такого у нас нет. Нет. Просто вот нас, учителя, развивают в нас то, что в нас есть, то, что нас уже заложили, то, что нас заложили родители. Евгения Иванова второй год учится в этой школе. Девочка мечтала сюда перевестись. В образе уже не были знакомые. Здесь очень добрые, они все хорошие, весёлые. С ними очень интересно, они много знают, есть о чём поговорить. Литература, фольклор, клирос, лазоплетение, керамика, рисование. Здесь этими предметами ребята занимаются на уроках и факультативно. Помимо общеобразовательных предметов, учеников обучают церковно-славянскому языку и краеведению. Утро в школе начинается с получасовой молитвы. По праздникам проводятся литургии. У нас в школе три музея. Они все исторические, они все связаны с историей, с краеведением. И, естественно, дети в этих музеях и собирают экспонаты, и проводят экскурсии. И это тоже развивает их историческое мышление. Образ супруги Алексея и Татьяна Смирнова открыли 27 лет назад. Сегодня это единственная православная школа в округе. Сюда приезжают на учёбу из разных уголков Москвы и области. У нас больше музыки, больше изола. Во всех классах МХК, Мировая художественная культура. Мы считаем, что это современному человеку надо, чтобы он потом стал физиком, химиком, бизнесменом. Правила приёма в школу просты. Ученик должен стремиться к знаниям и интересоваться историей православной религии. В их медицинской карте никогда не напишут «Здоров». Неизлечимо больным людям нужна особая помощь и поддержка. День паллиативной помощи мир отмечает каждую вторую субботу октября. Он стал профессиональным праздником и для специалистов хосписа «Дом с маяком». О тех, кто посвящает свою жизнь тем, для кого она превратилась в преодоление, расскажет Дарья Борисова. Привет, мой хороший. Как у тебя дела? Как у вас дела? Ничего. Ничего, вы же только что у меня после больницы выписались. Ну да. В свои неполных три года маленький Саша Кадышев – пациент со стажем. Свою кроватку в детской он обжил только спустя полгода после рождения. До этого дома мальчика была больничная палата. Виной тому врождённое генетическое заболевание. У какого-то определённого диагноза она мне ставит. И, соответственно, у нас эпилепсия, ну и все вытекающие отсюда. Саша дышит через трахиостому, питается через гастростому. Уход за ними лежит на Марине, так что для мальчика приходится быть не только мамой, но и медсестрой. Справляться помогает врач палеотивной помощи. С января Кадышевых взял под опеку хоспис «Дом с маяком». И семья получила возможность чувствовать себя в безопасности вне стен стационара. Любому человеку комфортнее дома. И хоспис настроен на то, что мы дома, и нам не нужно переживать, что в плане экстренной какой-то ситуации я не буду знать, куда мне обратиться. Я понимаю, что я наберу номер, и мне ответят. На связи с Мариной врач Зоя Куница. В палеотивной медицине она два с половиной года. В хосписную помощь пришла опытным педиатром с багажом знания о врачебном деле. Как оказалось, недостаточно богатым для помощи детям с пожизненными диагнозами. Поразило то, что я поняла, что я многого не знаю. Нас в институте этому не учили. И теперь я понимаю врачей государственных поликлиник, что они в виде таких детей не то что отказываются им помочь, они просто не знают, как им помочь. Как ухаживать за особенным ребенком Зоя теперь знает и учит родителей своих пациентов. Мама и папа этих детей учатся справляться с медицинским оборудованием, самостоятельно проводить процедуры и с полувзгляда замечать ухудшения в состоянии ребенка. Но для семей врач палеотивной помощи старается сделать чуть больше того, о чем можно прочитать в медицинской литературе. Показать родителям, что жизнь не кончается, что жизнь есть. И даже особенные дети могут жить так, чтобы им было комфортно. Награда то, что ребенок находится дома, что он может выйти на улицу, ходить на какие-то мероприятия. Некоторые даже могут учиться в школе. День палеотивной помощи Зоя Куницы ежегодно проводит в дороге. Как и многие ее коллеги, она спешит к пациентам, которых нельзя вылечить, но которым можно помочь. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Жителям региона предложили взглянуть на Подмосковье через объектив камеры. Лучшие работы фотохудожников области показали на выставке «Московская губерния моими глазами». Для любителей искусства она стала подарком к 90-летию Подмосковья. Оценить его люберчане могут в картинной галерее. Пейзажи, портреты, зарисовки из жизни. Более ста фоторабот как путеводитель по Подмосковью. 30 фотохудожников нажали кнопки спуска затворов и сделали искусство чуть ближе к народу. На этой выставке представлены работы как профессионалов, так и любителей, что позволяет действительно народу приобщиться. То есть простым людям, которые в серости будней иногда не думают об искусстве. Но и главная идея, конечно же, показать Московскую область в ее самых лучших чертах. Архитектура, быт и природа. Такие темы для творческих фотозарисовок предложили авторам работ. Анна Куликова выбрала последнюю. Подмосковье вдохновляет художника своими пейзажами. Естественно, город, от него очень устаешь. И хочется выбраться на природу, куда-то отдохнуть, подышать воздухом, расслабиться. Фотовыставка к 90-летию Подмосковья путешествует по региону. Ее родина – город Шаховская. Из Люберец экспозиция отправится в Лобню. Но прежде жители округа вдоволь успеют заочно нагуляться по Подмосковью. Увидеть московскую губернию глазами фотохудожников в картины галереи можно до конца октября. Люберецкие добродетели в числе лучших в Доме правительства Подмосковья наградили победителей полуфиналистов Всероссийского конкурса «Доброволец России». За 9 лет проведения он собрал десятки тысяч проектов со всей страны. Лучшие из них получили возможность реализовать свою дею на федеральном уровне. Заявку на конкурс мог отправить каждый, кто достиг 8-летнего возраста и реализует волонтерский проект или инициативу, помогая людям, животным, природе или совершая другое общественно полезное дело. Церемония награждения собрала лучших добровольцев из городов Подмосковья – Балашихи, Видного, Домодедова, Каширы и Мытищ. Люберцы представили два конкурсанта. Это очень полезная история, потому что, во-первых, он позволяет найти и открыть новые имена на всероссийском уровне, показать, что в каждом городе есть такие вот, как я их сегодня называла, супергерои, такие неравнодушные люди. Это еще имеет определенную финансовую подоплеку, и все-таки таким людям как нужно, не как деньги, а как больше признание того, что они делают правильные вещи. Иногда просто, бывает, руки опускаются, когда ты такими вещами занимаешься. Грантовый фонд конкурса – 45 миллионов рублей. Главного победителя определят в декабре. Обладателей лучших проектов в каждой номинации наградят дипломами и памятными призами. Жительнице-люберец Анастасии Крапиной исполнилось 100 лет. Поздравить с этой знаменательной датой пришли не только члены большой семьи именинницы, но и глава городского округа Владимир Ружицкий. В чем же секрет долголетия и как вековой юбилей встретить песни, выясняла Луиза Егезарян. За плечами Анастасии Егоровны большой жизненный путь, который легким не назовешь. Война и ранняя смерть мужа оставила ее одну с четырьмя детьми. Но трудолюбие и жизнерадостность помогли преодолеть все трудности. Сегодня Анастасия Крапина – счастливая мама, бабушка и прабабушка. И родственники придут сегодня на день рождения. Вот дети мои придут, еще когда придут. Отмечать мне столько годов. Мы сделали сюрприз и пригласили всех. И пригласили внуков, правнуков, племянников пригласили. Большой семейный праздник не прошел без внимания властей. Поздравительные открытки и подарки юбиляру вручил глава-люберец Владимир Ужицкий. Вас поздравляют прямо с Кремля. Видите, Кремль написано. Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин. На вопрос, в чем секрет долголетия, у Анастасии Егоровны ответа нет. Но ее дети уверены – это доброта и любовь к людям. Луиза Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Иногда дорога домой полна препятствий. Благотворительная акция под названием «Дорога домой» помогает животным из приюта преодолеть сложности и обрести своего хозяина. В Наташинском парке собрались неравнодушные люберчане, где они познакомились с четвероногими друзьями. И эта встреча не прошла бесследно ни для кого. Рэм только поступил в приют три месяца назад. Еще особой истории у него нет. Но самая веселая история, что он просто очень хорошая собака. Счастливая история Рэма еще впереди. Когда-нибудь он обязательно найдет хозяев. Ну а пока добрый и интеллигентный пес вместе со своими соседями из Некрасовского приюта знакомятся на акциях с люберчанами, наслаждаясь общением и ласками. И если Рэм новичок, то Ане без дома уже три года. Ей повезло меньше, чем брату и сестре, которые уже попали в добрые руки. Последняя осталась из этого выводка. Никак не может пристроиться. Она трусишка. Она контактная, социальная, вполне собака. Не агрессивная, но непослушная и все боится. На благотворительную акцию приехали восемь собак. Они моментально притянули к себе внимание посетителей парка. Люберчане могли покормить четвероногих, поиграть и оставить помощь в прок. Приносили корм, лекарства, миски и одежду. Мы перевели деньги на корм животным, собакам, вкусняшки. За это получили открытки. Стильные открытки от Почты России смогли отправить в любую точку мира те, кто поучаствовал в благотворительности. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. И во время акции, если уж не хвостатого друга забрать домой, то уж точно получить миллион эмоций можно. Они найдут общий язык с тобой. Они попроще, чтобы тебя погладили, покормили. Это прям расслабляет. Собаки же все чувствуют. Они всегда чувствуют, когда какое-то горе или радость. Помогут. Всегда помогут. Название акции «Дорога домой» говорит само за себя. Братьям нашим меньшим волонтеры ищут не только хозяев, но и неравнодушных людей, которые пока не решились завести себе питомца, но готовы ухаживать за ними, навещая в приюте. Так Ольга Цыпкова все свои выходные выгуливает скромнягу Бориса и его друзей. К сожалению, у меня муж очень большой аллергик, и у нас нет животных, ни кошек, ни собак. Но у меня у родителей для кошки тоже с помойки. Просто жалко. Я поняла, что можно жалеть собак, кошек, но от того, что ты кого-то жалеешь, ни тебе, ни собаке легче не станет. Если ты реально хочешь что-то сделать, просто приди и помоги. Для этого не обязательно иметь деньги. Можно просто прийти и погулять с собакой. Для нее это тоже большая радость. Благодарность и добро в обмен на сахарную косточку или просто объятие. Хвостикам мало нужно для счастья. И его для них ежегодно устраивают волонтеры, организовавшие проект Котовский эндсобакин. Мы привлекаем людей для того, чтобы они приходили в приют, чтобы они поняли о том, что животные на самом деле прекрасные. Они все социализированы, они очень скучают. И нам всегда нужны руки, потому что приют большой. 3000 собак. Это самый большой муниципальный приют. Все обитатели Некрасовского приюта стерилизованы и привиты. И теперь они ждут в гости не только новых знакомых из парка, но и вас, телезрителей. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Отметили открытие стадиона уроком физкультуры на свежем воздухе. У школы номер 25 появилась современная площадка с зонами для занятия футболом, волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. Для школьников это стало по-настоящему дорогим подарком. С подробностями Дарья Борисова. Их кроссовки первыми коснулись покрытия новой баскетбольной площадки. Вместе с одноклассниками трехочковый в кольцо забивает Евгений Соловец. Он мечтает стать военным, а потому со спортом давно на «ты». Развитие своих сил и выносливости доверил баскетболу. На новом стадионе занятия станут еще эффективнее. Раньше мы играли в своем спортивном зале. Там, естественно, была площадка меньше. Было очень трудно как-то играть в команде. Приходилось делиться на более мелкие группы и играть вместе с ними. А тут можно спокойно играть 6-6. То есть, очень, так сказать, удобно. Удобно и гонять мяч по футбольному полю, и отрабатывать волейбольные подачи. Стадион теперь многофункционален. Удовлетворит физкульт желания всех учащихся. В 25-й школе их более тысячи. Универсальный спортивный комплекс под открытым небом в подарок им сделал муниципалитет в рамках программы образования. Спорт – это здоровье. Спорт – это развитие. Спорт – это уверенность в себе. Спорт позволяет закалить себя во всех отношениях. К нам поступало очень много обращений. Здесь, на северной стороне, очень много ребят. Да и школа, собственно, сама очень большая. Поэтому и администрация школы, и жители, и мы, как управление образованием, администрация округа были озадачены, чтобы здесь появился такой важный и нужный, самое главное, спортивный комплекс. Программа образования работает в округе второй год. За это время четыре школы округа получили новые стадионы. До конца 2019-го откроются еще две универсальные площадки. У 59-й школы в Краскове и у 47-й в Малаховке. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В скандинавской ходьбе все возрасты покорные. Более ста человек из различных городов Подмосковья доказали это. В парке Наташинские пруды прошла открытая областная тренировка для пожилых людей. Как участники массовой спортивной прогулки дошли до финиша, расскажет наш корреспондент Луиза Егезарен. Бодрое настроение и желание быть здоровым. Все, что требовалось от участников открытой тренировки по скандинавской ходьбе. Любовь к пешим прогулкам привела в Наташинский парк жителей семи городских округов. Скандинавской ходьбой занимаемся каждую неделю, иногда два раза. С целью подвигаться, размять все мышцы, привести себя в движение. Спортивный праздник для тех, кому за 50 стал частью проекта губернатора «Активное долголетие в Подмосковье». С июня этого года пожилые жители региона могут бесплатно посещать кружки, спортивные секции и ездить на экскурсии. Я искренне хочу пожелать бодрости, духа, здоровья. Занимайтесь, ходите, передвигайтесь, радуйте себя и окружающих. Путь от старта до финиша. Протяженностью полтора километра спортсмены прошли с легкостью. Регулярные прогулки с палками для них – образ жизни. Я занимаюсь уже 10 лет скандинавской ходьбой. Я из города Игоревска. Мне это очень помогает. Здоровье у меня стало лучше, давление у меня снизилось. Вообще, это очень хороший спорт. Скандинавская ходьба – лекарство, которое не имеет противопоказаний. Этим видом спорта может заниматься каждый. Он безопасен, прост и, самое главное, эффективен. При обычной ходьбе у нас включается только нижняя часть тела и, соответственно, 50% мышц. Как только мы берем в руки скандинавские палки, у нас включается плюс еще 20-30% мышц. Как только организм начинает работать в таком режиме, начинается тренировка всех систем. Относительно новый вид спорта стремительно набирает популярность. 12 октября в Дмитровском районе впервые пройдет Кубок Московской области по северной ходьбе. По словам организаторов, средний возраст участников турнира – 42 года. 14 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. Такой результат показали люберецкие тхэквонтисты на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа. Все они воспитанники клуба «Дангун». Наш корреспондент Анна Троян познакомилась с юными чемпионами и с тем, кто открыл им путь в мир спорта. Мне нравится ходить на тхэквондо. Я люблю своего тренера. Скромничает шестилетняя Кима только перед камерой. Всего за год занятий она успела стать обладательницей золота на Кубке Москвы и на первенстве ЦФО. Результаты стала показывать почти сразу. Спорт дисциплинировал гиперактивного ребенка, сделал ответственнее и сдержаннее. А в нетипичное для девочки тхэквондо Кима попала случайно. И тренер такой, очень ответственный, и детей любит, и все. Мы пришли на первую тренировку, день открытых дверей был. И все срослось. Ребенок вырастет добрым, порядочным. Что она заступится, если она увидит, что кого-то обижают. Начали с третьего места, потом второе, ну и сейчас первое место. Со слезами, она боялась. В общем, со слезами вышла, сделала. Единоборство с ранних лет не только развивает детей физически, но и закаляет дух. Учит малышей справляться с трудностями. Еще один золотой тхэквондист Дангуна. Всеволод Булатов. Победа на первенстве ЦФО. Его вторая медаль в жизни. Обе золотые. Хорошее начало зарядило юного спортсмена на мечту о черном поясе. Однако полученными навыками боевых искусств он пользуется только при необходимости. Если на меня надо подать, я сначала защищаюсь, а потом даю отпор. На тренировке это идти вперед нужно. А на тренировках я все повторяю. Идти только вперед. Своих воспитанников Сергей Зубков учит побеждать и, что немаловажно, проигрывать тоже. На плечах чемпиона мира по восточным единоборствам лежит непростая задача. Не только привить любовь к спорту у малышей и взрасти чемпионов, но и быть их наставником. В основе занятий, воспитания и дисциплина. 15. Надо уступать, надо уступать. Вы же одна команда. Несмотря на строго Сергея Александровича, дети его любят и с удовольствием учатся приемам единоборства. Готовятся к соревнованиям. К слову, 8 его воспитанников привезли из первенства ЦФО. Полный комплект наград. 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Секрет успеха, по его словам, прост. Тяжело объяснить. Это, наверное, на каком-то ментальном уровне. Это аура, это атмосфера, это энергетика, это отношение к детям, это отношение детей ко мне. Это огромная помощь родителей, это поддержка родителей. Все в совокупе. Все в совокупе. Нету какого-то отдельного элемента. Это большой-большой пазл. 45 воспитанников от малышей до взрослых сейчас занимаются у Сергея Зубкова. И, конечно, тренер как наставник. Помогает спортсменам и психологически. Соревнования и чемпионаты даются ребятам нелегко. Ведь победа над собой – самая главная победа. Мы очень часто видим, когда ребенок занимается в зале, показывает просто колоссальный результат, необыкновенный. Выезжает на соревнования, встает в ступор. Ну, тяжело, огромное количество народа. Мы беседуем, мы ведем диалог. Объясняю, что волноваться – это нормально, выше своей головы. Прыгнуть невозможно – это раз. А во-вторых, если вы едете туда, то значит вы достойны. В жизненного кредо не останавливаться. Спортсмены Дангуда придержатся и дальше. В октябре титулованные воспитанники клуба выступят на Кубке Москвы. А в ноябре их ждет серьезное испытание – чемпионат России по тэквондо. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше информации на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин